В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. 11 членов организованной преступной группировки были задержаны наркополицейскими в Самаре. По данным правоохранителей ОПГ торговала героином около года и была одной из крупнейших в городе. Подробности в нашем сюжете. Задержание всех 11 членов ОПГ происходило одновременно в разных районах города. Несколько человек задержали, когда те делали закладки, прятали наркотик для клиентов в специальные тайники. За один только вечер таких закладок было сделано более 40. Общая масса приготовленного к продаже наркотика составила полкилограмма. Чтобы задержать организаторов группировки, парадный вход не понадобился. Спецназ предпочитает балконы и окна. Квизиту полицейских задержанные были явно не готовы. По данным правоохранителей, члены ОПГ торговали наркотиками на территории всех районов Самары на протяжении года. Организаторы и члены этой преступной группы – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет. Все они являются спортсменами, усиленно занимаются в тренажерных залах. Сами, естественно, наркотические средства не употребляют. Постоянно расширяли сеть своего сбыта. То есть, можно уверенно сказать, что это одна из крупнейших сетей сбыта наркотического вещества на территории города Самары и Самарской области. В день, по данным правоохранителей, члены ОПГ продавали по полкилограмма героина. Доход, полученный от преступной деятельности составил свыше 100 миллионов рублей. Деньги за наркотики переводили на пластиковые карточки. В ходе обыска в гараже организатора ОПГ было обнаружено несколько десятков сим-карт. В квартире более полутора миллионов рублей, предположительно полученные от незаконной деятельности. Сейчас все подозреваемые под арестом. Каждому из них грозят тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы в зависимости от роли каждого в составе ОПГ. Вместе с этим в Самаре продолжается и борьба с незаконной торговлей алкоголем. Начальник областного главка МВД Сергей Солодовников совместно с активистами общественного движения «Народный контроль» провел проверку киосков торгующих горячительным. В ходе рейда было выявлено два объекта, которые вообще не имели права на торговую деятельность. В итоге их пришлось ликвидировать. Рейд полицейских и общественников начался с посещения киоска, расположенного на улице Дыбенко. В ходе проверки выяснилось, что киоск стоит на этом месте незаконно. Вдобавок ко всему торгуют здесь контрафактным алкоголем сомнительного происхождения. – Жидкий запах алкоголя. – Будем исследовать. – Да, будем исследовать. Сейчас на первоначально сказать не представляется. – Что это такое? – Ну, с характерным запахом алкоголя. – Водка? – Ну, самопальная, понятно. – За что вы продаете? – 400. – Конечно. – Хранили незаконный алкоголь неподалеку, на так называемом складе в гараже по соседству. В поисках нарушителей закона далеко ходить не пришлось. В киоске напротив похожая картина. Он также установлен незаконно, но, тем не менее, торговля алкоголем ведется. Продукцию полицейские изъяли. Незаконные киоски решили ликвидировать. – Вот такие вот заведения, такого вот плана, мы будем, если у власти нет возможности, техники и сил эти палатки убирать, мы будем убирать их сами. Такие рейды правоохранители будут проводить регулярно. Вместе с полицией нарушения будут выявлять и члены общественного движения «Народный контроль». При выборе алкоголя и закуски к нему также стоит быть разборчивее. В Самаре обнаружены фрукты, ввоз в Россию которых запрещен. Более 450 килограммов яблок польского производства хранились на одной из овощных баз на улице Олимпийская. Попадающие под эмбарго товар в ходе проверки складов обнаружили сотрудники областного управления Россельхознадзора и Самарской таможни. Страной получателя яблок был встать Казахстан, но до адресата фрукты так и не доехали. Было принято решение уничтожить все 35 ящиков яблок прямо на территории овощной базы. Два человека пострадали, пять автомобилей разбиты в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около 8 утра на улице Старозагора. По данным инспекторов ДПС, водитель пассажирского автобуса не заметил впереди стоящую легковушку, которая поворачивала налево. Столкновения избежать не удалось. От удара автобус отбросило на пассажирскую газель, после чего он выехал на встречную полосу и врезался еще в два автомобиля. Пассажир и водитель одного из них с травмами были доставлены в больницу имени Середавина. В салоне автобуса, со слов водителя, находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал. По крайней мере, на данный момент никто за медицинскую помощь не обращался. В салоне газели 213 маршрута находились тоже 10 человек, со слов водителя, за медицинской помощью на данный момент никто не обращался. Проводится административное расследование, позже будет известно виновник. Виновниками ДТП нередко являются нетрезвые водители. Работа общественного движения «Ночной патруль» в Самаре приносит первые результаты. Порядка 10 человек задержаны за вождение в пьяном виде. Среди них один полицейский. Напомним, общественное движение как пилотный проект было создано по инициативе начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова. Соглашение между членами общественного движения «Ночной патруль» и полицейскими было подписано 27 марта. Как было оговорено, миссия общественников сообщать инспекторам ДПС о нетрезвых водителях на дорогах. Эти кадры были сделаны в первую ночь работы активистов в Кировском районе Самары, где они заметили АКУ, водитель которой вел себя подозрительно. Об этом сообщили дежурному экипажу ДПС, который преследовал легковушку в течение нескольких минут. Просьбы остановиться водитель игнорировал. Позже автомобиль все же удалось остановить. Его водителя доставили на освидетельствование. Проведенная экспертиза установила, молодой человек был пьян. По данным инспекторов ДПС, за езду в нетрезвом состоянии его уже лишали водительских прав. За первые несколько дней работы общественного движения «Ночной патруль» инспекторам ДПС удалось выявить и задержать порядка 10 нетрезвых водителей, один из которых оказался полицейским. И среди своей среды, и всех тех, кто сегодня будет нарушать. Сегодня это гражданское общество, оно фиксирует все на видео, оно фиксирует любого чиновника, гражданина, независимо от его занимаемого положения. И будет очень серьезно и эффективно эта работа продолжаться. Пока в составе «Ночного патруля» порядка 80 автолюбителей. Среди них в основном мужчины. Чтобы стать членом общественного движения, каждому пришлось пройти проверку. Обязательные условия – отсутствие судимости и факта лишения водительских прав. Патрулировать самарские дороги общественники пока будут только по пятницам и субботам. Число активистов со временем планируют увеличить. До 100 протоколов в день за неправильную парковку составляют инспекторы ДПС в Самаре. Тем не менее, уследить за всеми нарушителями сложно. Особенно, когда речь идет о площадках возле торговых центров, где часть парковочных мест отведена для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Как о них заботятся другие водители вместе с госавтоинспекторами, попыталась выяснить наша съемочная группа. Парковка рядом с одним из торговых центров в Самаре. Места рядом со входом отведены для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорят специально установленные знаки. Но многие водители их игнорируют. Сергей Татаринцев на инвалидности. Раз в неделю отправляется за покупками. Рассказывает, быстро припарковаться удается не всегда. Да все забито. Приходится искать где-нибудь на краю. Потому что шансов... Если даже ты поставил на место, как положено, подъедут поближе, дверь не откроешь. Причем заявляет, я не водитель, я пассажир. Захлопывает дверь и уходит. Ситуация меняется лишь в присутствии инспекторов ДПС, которым снова и снова приходится напоминать водителям о правилах дорожного движения. К борьбе за справедливость к ним присоединились и члены общественного движения «Молодая гвардия». Мы занимаемся тем, что формируем сознание у людей. И вот такими маленькими-маленькими победами мы меняем сознание людей, заставляем их думать по-другому. Заботиться о тех, у кого возможности ограничены. Сами нарушители оправдываются. Никого обидеть не хотели, а знаков попросту не заметили. Просто заехал в потоке машин, грубо говоря. Поэтому как-то я следил больше за движением немножко, потому что здесь еще на входе идут люди. Пешеходы, среди пешеходов машин немножко проманеврировал, так сказать, и не обратил внимания на знак. Я просто очень редко пользуюсь этим магазином. Здесь так получилось, что чуть ли не первый раз приехал и не увидел сразу знак. Платой за невнимательность может стать составленный протокол. Штраф за подобные нарушения от 3 до 5 тысяч рублей. Отсюда вывод быть вежливым дешевле. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.